Мне недавно предлагали просто на стриме поиграть в казино. 552 доллара. Цифры ударили голову. Я кинул вызов Азаму. Он сливал пароль, когда я делал битву ютубера. Тогда я хотел начистить, знаешь... Почему-то у него 700 тысяч подписчиков. Но я обещал, что сожгу машину. Мания это всё решает, я в этом убедился. Всем привет, братья и сёстры. На связи отец Евген. Добро пожаловать на уже второй выпуск моего фирменного подкаста по Free Fire. Я очень сильно надеюсь, что новый ролик тебе понравится. И ты после его просмотра обязательно поддержишь его своим отцовским лайкосиком. И, конечно же, напишешь в комментариях, кого из ютуберов хочешь увидеть в следующем выпуске. Я обязательно чекну все комменты и постараюсь позвать именно того ютубера, которого ты попросишь. И сегодня у нас в гостях Хайзен. Рад тебя видеть. Я тоже. Давай, наверное, начнём с того, что для той аудитории, которая о тебе, возможно, не слышала, не знают, кто ты, чем ты занимаешься. Расскажи так вкратце о себе. Обычный парень, который играет в Free Fire, стримит на ютубе. У меня канал есть, Хайзен называется вот. И всё прочее. И всё. У нас в гостях Хайзен, автор одного из самых быстрорастущих каналов по Free Fire в СНГ. Ролики этого парня набирают сегодня сотни тысяч просмотров. Отличительной чертой Хайзена можно считать его чувство юмора, из-за которого он так многим зрителям и полюбился. А Хайзен, вот это никнейм твой, что он означает? Есть у него какой-то смысл, возможно? Изначально, если честно, у меня канал назывался Микрори. К сожалению, один человек уже создал такой канал и попросил, чтобы я убрал. Типа он сказал, что я у него копирую. И в какой-то момент я думал, блин, надо придумать название такое, чтобы ни у кого не было. И если написать в поиске, чтобы было на первом месте. Я такой написал свою фамилию, имя, отчество и взял оттуда несколько букв и соединил, получилось Хайзен. Я понял. Просто многие, на самом деле, мне кажется, не знают значение. Да, я никому это не говорил. Сколько ты уже в целом ютубом занимаешься? В целом, я интересовался, если честно, уже где-то 5 лет назад я начал всем этим интересоваться, но начал всего лишь 2 года назад. Но это именно, ты интересовался ютубчиком, смотрел его, наверное, да, там, как другие ребята? Да, все, там смотрел, как другие поднимаются. Если честно, я наблюдал, как А4 поднимает, там, чипец, много миллионов подписчиков. То есть я old, то есть я смотрел мармока, всех этих ютубер, возможно, многие сейчас не знают, про кого я говорю, а также многие знают. То есть я смотрел, как они продвигаются, что они делают, что используют, какие видосы снимают. Вот я, кстати, по поводу мармока, у тебя был ролик не так давно, ты выпускал в этом в контру, ты играл еще в Assassin's Creed, там, в этом ролике был, и там чувствуется, что ты вдохновлялся, мне кажется, мармоком. Эти моменты, чтобы ты понимал, были записаны где-то за полгода. То есть они у меня просто существовали на компьютере, и в какой-то момент я захотел, а пусть будет на ютубе, и закинул на ютубе. По его позволению, я поставлю видеоролик на небольшую паузу, для того, чтобы сказать тебе огромнейшее спасибо за подписочку на мой канал. Если ты по какой-то причине до сих пор не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Подписывайся и участвуй в конкурсе на недельный ваучер. Все, что нужно для того, чтобы его получить, это подписаться на мой канал и нажать колокольчик, его я буду проверять, поставить лайкосик под видосик и написать комментарий со своим айдишником. В следующем выпуске подкаста среди всех комментаторов я выберу одного, кому отправлю недельный ваучер от отца Евгена. Ну а теперь продолжаем. Free Fire получается, ты начал играть и сразу ютуб начал вести, или ты до ютуба играл уже в Free Fire? Да, я объясню, как все было. Начинать я хотел очень давно, то есть где-то 4 года точно я хотел, то есть у меня не получалось тупо. Я сидел за этим, и где-то, ну, 2 года назад я, знаешь, что сделал? У меня же интернет слабый был, поэтому я не мог стримить. То есть я пытался там запускать там Warface CSGO, я пытался стримить, но интернет просто не позволял. И в какой-то момент я слышал в игру, ну, про игру Free Fire. Я обзывал эту игру, типа, называл это мультиком, типа, это неинтересно, все такое. И в какой-то момент я подумал, блин, давай-ка я скачаю эту игру и посмотрю, что за игра. И в этот же момент я подумал, может, попробовать запустить стрим, типа, может, у меня интернет сейчас намного лучше, чем раньше. Я первый раз в своей жизни захожу в игру и в этот же момент запускаю стрим. И когда я запустил стрим, я увидел, что там 2-3 человека зашло и подумал, если эта игра такая популярная, то я могу начать стримить. 2-3 человека популярные. Ну, то есть, чтоб ты понимал, это был первый стрим. Ну, до этого, видимо, вообще, получается, ноль аудитории. Да. Я запустил сразу, зашли первые зрители. В целом, получается, два года, и это только конкретно один Free Fire. Да, за два года. Все мои подписчики, они узнали меня по Free Fire, только по Free Fire. Ну, я вот лично тебе узнал именно, когда битву ютуберов ты делал, ты еще не такой прям популярный был, у тебя там подписчиков было 1020, наверное, в тот момент. По-моему, 30 тысяч было, я не помню точно. Но я пытался все делать правильно, чтобы люди узнали. Изначально я хотел сделать так, чтобы другие ютуберы узнали про меня, то есть Ник Хайзен, канал Хайзен. А после этого уже подписчики, то есть, у меня был план такой. Я кинул вызов Азаму, то есть, он на стримере сказал какой-то Хайзен. Ты повторяешь, мой рекламный ход, я тоже самое сказал. Ну, да, максимально, да, я это попытался, чтобы другие ютуберы узнали, Ник типа, все такое. А уже после этого подумал, и подписчики подтянул. И все, что я делал, там, битвы ютуберов, все эти хайлайты, все, я максимально, там, скажем так, по лестнице поднимался, чтобы люди хотя бы чуть-чуть узнали про меня и про мой канал. А вообще идея ютуб-канала, вот именно запустить его, развивать его, ну, что тебя сподвигло? Творчество или деньги, может быть? Для кого-то ютуб это заработок, ну, у тебя вот какая цель изначально была? Если честно, с ютубом связана у меня очень большая история. Просто был один человек, который, ну, у нас всех бывает близкий человек, да, как я правильно понимаю. И этот человек, когда уходил, сказал, теряйся, лох, мне такие не нужны. Я правильно понимаю, что ты про девушку сейчас говоришь? Допустим. Ну, я на ютубе не хочу это говорить, все равно сказал, слушай, ты не можешь обеспечить ими. И это слово меня так сильно задело, что я, типа, все, иди ты гуляй, а я займусь собой. И, естественно, с этого же дня я начал все делать прямо с нуля, я начал все продвигать. То есть, когда я запустил стрим, первый стрим, я не так часто это занимался. Но после таких слов я решил, ну, надо действовать, надо доказать. То есть ты знал, что изначально ютуб, как бы, это площадка, которая может не только там развить тебя как творческий, не дать известно, но еще и прокормить, грубо говоря. Да, да, и этот же человек был тот человеком, который говорил мне, что это мне не нужно якобы. То есть из-за этого человека я и раньше не начинал этот текст. Кстати, знакомая очень ситуация, значит, подобная была. Поэтому я просто решил, если этот человек говорит, что у меня нет денег, то я могу доказать обратное. Но сейчас, как бы, мне и этот человек, и другой не нужен, как бы, мания это все решает, я в этом убедился. А вот изначально, именно вот говоря о начале твоей карьеры, рассматривал ли ты другие какие-то игры? Да, и сейчас даже рассматриваю разный контент в виде игр или же другие. Просто я сейчас хочу купить камеру. Но изначально, когда я создавал, ну, занимался ютубом, у меня была прямая дорога. То есть я хотел играть Free Fire до конца, собрать все, ну, все, вот, вся аудитория комьюнити Free Fire. Сделать так, чтобы мои подписчики смотрели меня не из-за игры, а из-за меня просто. Ну, из-за харизмы, сколько ты себя ведешь, там, именно тебя, а не игру. Да, да, вот, все, ты правильно понимаешь. То есть я хочу такую аудиторию, которая смотрела меня, чтобы им не было разницы, в какую игру я играю. Но согласись, что это очень сложно сделать. Это сложно, но я просто сейчас некоторые комментарии замечаю моих подписчиков, которые пишут мне, слушай, я ушел давно из игры, и я смотрю чисто из-за тебя, типа, мне нравится, как ты играешь. И тот же самый, там, бывают сообщения в чате, когда я стримлю, слушай, давай в CSGO пойди, поиграй. Там, не знаю, какую-то в другую игру тоже поиграй. То есть аудитория, которая была два года назад, из них многое час уже отпало. То есть они не играют в Free Fire, во что-то другое играет. И, кстати, я начал тоже стримить на Twitch недавно, но я не так часто стримлю, но там 23 человек бывает у меня в прямой эфире. Я из-за этого могу понять, типа, людям тоже бывает интересно, когда я играю в другие игры тоже. Я тоже бывал на стримах в другие игры заходил, или вообще, в принципе, GTRP недавно вот выкладывал ролики, но все равно процент людей, которые смотрят Free Fire и смотрят другую игру, он очень отличается. Даже по данным, вот я на стриме запускаю другую игру, в онлайн там 200 Free Fire смотрят, только другую запускал, он до 50 отпускается, то есть неинтересно людям. Ну да, я на стриме на ютубе еще ни разу не играл в другие игры. А, не было у тебя что-то было, да? Нет, в один момент был, когда я зашел в Майнкрафт на пару секунд, буквально пару секунд. Я не понял, что там нужно сделать, хотя в детстве я сильно любил эту игру, то есть я ночами там смотрел в ютубе, как там строят, там все такое, но сейчас, блин, я старый, что поделать? Но Майнкрафт это жизнь как бы. Ну да, легендарная игрушка, да? Мне кажется, она вообще бессмертная. Да, она, скорее всего, и будет бессмертной. Копка уже лечитая, до сих пор она онлайн держит, аудиторию огромнейшую, люди просто занимают. Ну да, просто если даже люди становятся взрослее, бывают люди, которые уже подтягиваются потихоньку, понимаешь, которые маленькие, но она вот так через эту игру проходит все люди. Ну в мое время, к сожалению, не было компьютера у меня, то есть в наше детство ты прекрасно знаешь, какое было. Ну да, я во дворах бегал с друзьями. То же самое. Там купались в речке, да. Чижик какая-то, вот игра называлась Чижиком, ставил палку на эти две кипецки. Ножечки еще вы постоянно играют, чертили в поле. Если вот вспоминать именно, когда ты первый раз зашел во Free Fire, что тебя вот в то время, тогда же игра еще не была такой, как сейчас она выглядит, что тебя вот зацепило в этой игре? Если честно, зацепило то, что там все пытаются, ну раньше было совсем по-другому, раньше было очень интересно. Мне понравилось, что там нужно не только просто стрелять, а нужно делать оттяжку, там пытаться в голову, да. Все это было интереснее. Ну, человек, который не играл в Free Fire, он думает, блин, там автонаводка, ничего не интересно там. Когда я начинал играть в эту игру, там надо было пытаться это делать, оттяжка. А это сейчас пошли вот эти регидиты, софты, которые автоматически в голову стреляют. Вот это все сейчас испортило игру прям. Сегодня, вот если посмотреть на твой канал, именно зайти на него, посмотреть на цифры, какие у тебя есть на канале, его можно смело, мне кажется, ну это реально так, ребят, если вы зайдете, посмотрите, одним из самых популярных каналов на СНГ регионе. Думал ли ты когда-то, вот когда начинал, два года назад, что ты добьешься такого результата? Если честно, я не такой самоуверенный, самодовольный, но есть стримы, я их скрыл, просто не удалил. Когда у меня было 10 человек, они писали, слушай, ты такой бомбовый чел, там делаешь интересные стримы, видосы, и у тебя 10 человек сидит на стриме. Я тогда не просто так это говорил, я от всей своей черной души это серьезно говорил. Ребята, не парьтесь, тут будет и 100 онлайн, и 200 онлайн. Просто доверьтесь и ждите. Я был самоуверенным очень там тогда, а сейчас у меня такого нету, к сожалению. Не знаю почему, может из-за игрек. Может, просто ты уже, мне кажется, когда человек доходит до той точки, которую он хотел достичь, он все равно, как ты знаешь, подостывает. Тебе надо просто, мне кажется, следующую цель поставить, вот, например, лям хочу, и просто идти на правом к ней. Но, в любом случае, у меня мотивация есть, но не такая большая, как изначально была. Я не такой самоуверен, как был в начале. То есть, я прям, мне было пофиг, там, сколько человек смотрит меня в начале. Потому что я был уверен, в какой-то момент у меня будет бешеный онлайн. Сейчас я не говорю, что у меня бешеный. Там, в последний раз, там, 700 человек сидело на стиме. Там, средних 300-400 смотрят. Но все же, такой мотивации, к сожалению, нет. Но я надеюсь, в будущем появится. Ну, я уверен, что появится. Главное, поставить цель, выбрать ее для себя, определить, а дальше уже. Ты уже знаком с этим, понакатанный дальше. Ну, скорее всего, я так думаю, если ты как-то устал от этого, надо отдохнуть, чтобы не загонять себя дальше. То есть, я могу там пару дней отдохнуть, и у меня появятся бешеные желания, я могу снимать такие-то видосы безбашенные, которые залетают там в реки. И, возможно, миллион подписчиков тоже будет, как ты сказал. По-любому будет. Такой тогда сразу вопрос. Как ты считаешь, вот сам от себя, почему тебя смотрят, почему твой контент и ты сам цепляешь людей? Почему твои подписчики на тебя подписываются? Я не знаю, брат. Не стесняйся, не стесняйся. Вот просто вот, ну, как ты сам считаешь? Вот представь, что ты человек, который не знает, кто такой Хайзен, зашел к нему, посмотрел его ролик и такой, о, блин, прикольно, подпишусь. Вот почему ты так решил сделать? Ты просто представь. Я даже не знаю, если честно. Я вообще не могу, вот я не могу записать свою какую-то отличающую черту от других ютуберов. Многие пишут, разные люди, по-разному все пишут, типа некоторые говорят, что я красивый даже. Обычно. Обычно такое бывает. Некоторые пишут, что у меня какая-то харизма, там некоторые пишут, что я бомблю на стримах. Я не знаю, как именно я их зацепил. Пусть в комментариях напишут. Да, ребят, пишите в комментариях, вот кто нас сейчас смотрит, слышит обязательно. Вот почему вам нравится Хайзен? Три его главных особенностей. Я буду это читать и буду им отвечать. Давай, договорились. Смотри, сейчас у тебя на канале самый просматриваемый ролик. Это больше миллиона просмотров. Притворился Батом, он называется. Каково это, когда ты увидел эту цифру? Твои ощущения? Если честно, я изначально... Она быстро прям взлетела. Я видел, что там ролик. Эти цифры 600 тысяч, по-моему, сразу почти что набрало это видео. И я такой смотрел, думал, блин, балдежно. Оказывается, можно во Free Fire набрать миллион, ну, там, больше 100 тысяч просмотров. И я был очень рад, но, к сожалению, там, каких-то бешеных эмоций все-таки нигде не показал. Кстати, у меня еще один видеоролик, который набрал. Да, я знаю, там, Терзастер, обзор, аккаунт. Ну, хотелось бы почаще набирать эти миллионы просмотров, потому что радует очень сильно. Это мотивация большая, если честно. И много подписчиков пришло, когда увидите это видео. А вообще, вот этот ролик, самый просматриваемый сейчас на своем канале. Как родилась идея его снять? Я, честно, когда решил снять такое видео, оно же... Ну, такое же видео прям точно-точно-точно-что не было. Типа, притворился потом и сыграл с агрошкольником. И в один момент я просто сидел ночью и заходил в чат мировой лобби, там, в игре. И там были люди, которые агрятся. То есть, они такие, пошел ты к черту, там, там, плохие. Материться не буду. Да-да. Но они матерятся, там, жестко что-то говорить. И я такой сижу и думаю, блин, а что, если притвориться потом? И после того, как они... И на эмоции 20 года, говорю. Да, и... Ну, основное, изначально они сами. Они сами начали агриться. И я такой подумал, блин, а что, если притвориться потом? Ну, и прям отвечать им. И, ну, предложить поиграть SNS. Я решил записать это видео. Если честно, я не думал, что это залетит прям хорошо. Но... Залетело как бы. Залетело прям. Ну, мне кажется, как раз таки из того, что там агро, вот это, это же любят на самом деле на ютубе. Вот этот трэш контент. Если честно, после этого я снял где-то 5 частей, притворился потом. И там на каждом части не менее 100 тысяч просмотров. То есть 150, 160. Ну, то есть рубрику любят. И до сих пор просят, чтобы я снимал эту рубрику. Как-то снимай, почему нет? Если так реально заходит. Или тебе самому не нравится подобное? Мне, конечно, нравится. То есть в последнее время надо много времени тратить на это. То есть я сижу за компом, ищу людей, которые агрятся. И так проходит даже дни, ночи. Прям пипец. Это много времени приходится тратить на это. Но я, не знаю, где-то неделю, две недели назад снял последний участок. Она тоже вроде неплохо залетела. Я пытаюсь для них дать то, что они хотят. Но в основном я делаю то, что я хочу. Типа, ну, то, что мне бы понравилось. И согласитесь, если я подряд части буду снимать. Да. И мне самому не понравилось бы, если бы какой-то ютубер там несколько сотни частей бы снимал по одному. И тому же тему. Но подписчикам нравится, поэтому... В защиту от этого утверждения есть же ютуберы по Free Fire, которые только одно и то же с ним. Там сотни роликов. Кейсы. И почему-то... И почему-то у него 700 тысяч подписчиков. А ты знаешь, как я говорю, да? Конечно. Да, да, да. Есть же такое просто. Это реально смотрят, просмотры набираются, подписчики растут. Например, если мы с тобой начнем открывать какие-то кейсы, фиг нас будет смотреть. Типа там 5000 просмотров у нас максимум будет. А этот чел, который ты говоришь, он раньше просмотры набирал там по 300, по 500 тысяч на таких видосов. Да, да. Ну это жестко на самом деле. Да. А вот если не секрет, сколько денег вот самый просматриваемый ролик тебе принес? Это не секрет, я могу это спокойно сказать. 552 доллара. 552 баксов. Ну это не так прям много, как я на самом деле думал. Ну да. Это не так много, потому что, скорее всего, я не помню. Я когда закидывал это видос, у меня было подписчиков мало. И, естественно, у меня за монетизацию давали не так много. А также я не так много реклам туда ставил, как я помню. В целом, YouTube вот в месяц, если посчитать. Ну давай мы сейчас возьмем цифры до всей ситуации, которая происходит. Потому что мы сейчас знаем, что монетизация хромает очень жестко для русскоговорящей аудитории. Отключили полностью. Грубо говоря, там к нулю, да, можно сказать, приближается. Ну сейчас у меня там, я даже точно сейчас скажу, посмотрю, за последние 28 дней сколько у меня там? 4000 рублей. А до всей ситуации, там же все равно, мне кажется, гораздо больше было. Это, это потому что я 5 видосов максимум закидывал в месяц. Если бы как один человек, который каждый день снимает открытие кейсов. Там, конечно, все были бы прям, прям, мне даже трудно, если честно, представить. Он, считай, по 2-3 ролика в день. Да, 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 кстати, он очень много урубил, скорее всего. Очень, очень, очень много. У тебя там, наверное, были очень большие деньги. А в целом, YouTube сейчас, это для тебя способ заработка или хобби? Или у тебя, может, в жизни настоящая работа какая-то есть? К сожалению, сейчас это превращается в хобби, потому что заработок почти что не остался. И я уже неделю не заработал. Точнее, я за неделю заработал 1000 рублей именно в YouTube. Ну этого, естественно, на жизнь никак не может хватить. Я изначально, когда начинал стримить, я работал, продавал телефоны. Но как только прям захотел заняться этим YouTube, я уволился оттуда. И тогда это было для меня очень хорошим заработком. И я мог зарабатывать там месяц, несмотря на монетизацию. Там были же другие рекламы, контракты, все такое. Там доход прям был бешеный. Ну плюс донаты еще на стримации. Да, цифры ударили голову тогда. Я получил власть, которая не снилась отсюда же. Ну в любом случае, что я хочу сказать. То, что сейчас это ужасно. И сейчас, скорее всего, то, что мы идем дальше, снимаем видосы, не получая из-за этого ничего. Это можно назвать хобби, я думаю. Да, согласен. Если бы я это ради денег все делал бы, я бы на паузу поставил бы, скорее всего. Ну сейчас, кстати, многие ютуберы, если посмотреть, я вообще не про Free Fire сейчас, а в целом. Очень многие ушли, кстати, после этого. Они перешли на другие платформы, платные подписки, сделать тот же самый Boosty. Они сейчас все ушли туда. Ну, с другой стороны, сразу видно, кто как к своей аудитории относится. Потому что мне кажется, все равно кощунством. Ты столько лет там делаешь для аудитории, стараешься. Да, для тебя заработок, но оставляют ее без контента. После того, как тебе перерубили. Вот мне недавно предлагали просто на стриме поиграть в казино. Предлагали очень много денег. Так как сейчас у меня практически нет денег. То, что они предлагали, это было прям вот... В казике я сказал, что они платят просто гиперогромные деньги. Да, и когда они предложили мне постримить и предложили такую сумму, у меня сразу в голове там был Mercedes, который я куплю, дом, который я смогу построить. Там сразу уже, знаешь, когда предлагаю... Я вот просто общаюсь с ребятами, у меня есть очень хорошие знакомые, которые прям, они популярные, они обставками занимаются, с казиком. И когда вот я с ними общался, они говорили, что вот когда тебе предлагают играть в казино и говорят цену, у тебя просто в голове настолько тяжелый выбор. Типа, стать крысой и всех подвести, но стать миллионером, грубо говоря. Или все-таки остаться на улице, но быть верным своим принципам. Тут выбор прям жесткий очень. А ты как думаешь, что я им сказал? Ну, я думаю, что если у тебя казик до сих пор нет, ты отказался. Правильно. Я, на самом деле, тоже отказался, потому что деньги это, как говорится, вода. Сегодня тебе заплатили, но честь ты уже не отмоешь от этого. Все равно все будут помнить, интернет помнит такие моменты. Я тебе даже больше скажу, я сделал опрос у себя в телеграм-канале. Я там написал, ребят, можешь мне сделать рекламу казино и зарабатывать миллионы. Там было ответ, да или нет. Чтоб ты понимал, 70% нажали на да, чтобы я сделал рекламу, заработал много денег. Но я все равно отказался, как бы, я не знаю. Ну да, там легкие деньги. Некоторые, конечно, легкие деньги. Особенно если учесть, что в казике бывают партнерки такие, что ты туда заводишь людей, они вкидывают свои бабки, проигрывают, и ты все этого имеешь. Они дают тебе свои деньги на этот казино, а также они платят за стрим. Это очень большие деньги были. Но я отказался, как бы. Я отказался не ради того, чтобы там кто-то сказал, молодец, там, Хайзен. А просто я сам не могу такие там делать. Да, я такого же мнения придерживаю. Да, станешь богаче, но, блин, у меня бы совесть честно замучила подобное сделать. Тем более тот человек, который топит против подобных движух. Я бы снял на тебя разоблачение, если бы ты его постримал. Я думаю, очень многие бы хотели снять на меня разоблачение. Даже Донред. Ой. Казовое имя. Когда я начал чисто на... Ау, забила. Я на стримах, когда начал вкидывать, специально, типа, я 1xbet рекламирую. Вставил их логотип, короче, на стрим. Этот маленький дурачок у себя в чате начал в телеге писать. Вот, он разоблачает всех, а сам там рекламирует. Просто, знаешь, я тот человек, который никогда ни разу не поиграл ни в какую-то казино. Ну, не связывайся, поверь, не связывайся с этой креной. Я просто человек, который этим страдал раньше. Я имею в виду, типа, я никогда не увидев рекламу какую-то у каких-то ютуберов, я никогда не нажал на эту ссылку, не сыграл. То есть, я понимал, что это. Ну, ты просто понимаешь, но дети же, аудитория-то детей в основном. Ну, да, 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 это да. А они-то, у них мозг по-другому работает немного. И они видят там обещание, типа, срубить бабосыненьки. О, сейчас соточку закину, там тысячу заберут. Заходят, соточку проигрывают, вторую проигрывают, третью, а потом у мамы с карты деньги пропадают. И самое ужасное, знаешь, что я один раз попался на эту штуку, то есть, рекламировал один ютубер какой-то сайт, где можно поднять деньги. Я записал это в ютубе и решил посмотреть, правда ли это. И там показывает чел, как он поднимает и забирает себе бабки. Оказывается, этот чел, который записал это видео, он как-то связан с этим сайтом. Я залил туда свои бабки, поднял какую-то сумму и не могу вывести. Ну, это типа MLM какой-то бизнес, типа, да, вот система, когда ты скидываешь там тысячу рублей, я тебе обещаю там через месяц три повернуть. Да, 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 примерно такая фигня. И просто там, там просили еще много денег, чтобы ты мог забрать эти деньги. Ну, просто наёжка прям. Да, у Ахатрон, конечно, конкретно. Про ставки проказик, что-то как-то резко от Free Fire, знаешь, повернули. Ладно, давай все-таки вернемся к Free Fire. Какой твой, вот лично твой, самый любимый ролик на твоем канале вот сегодня? Самый любимый мой ролик, это самый первый видос, который я снял. Не знаю почему. Мне бывает угарно, когда я смотрю это, пересматриваю. Там любой человек может посмотреть мое самое первое видео. Это правда самое первое видео, то есть не стрим, а видео. Я там как-то, знаешь, я тогда русский язык там плохо мог говорить. Там запас слов был совсем там пипец маленький. И я там все написал на листочке, что я буду говорить. Пытался как-то все это сделать смешно. И до сих пор мне бывает смешно, когда я смотрю это видео. Там такие вставки, мельчики. Я не понимаю, у меня первый ролик, хотя не, вру, у меня первый ролик вообще не связан с играми. В 2009 году загруженный. У меня первый по игровой тематике, у меня там вообще и PUBG был первый. Нарезка со стрима. Там тоже такой кринж, просто лучше не смотреть. На моем видео тоже кринж, ну, своеобразный кринж. Но там есть смешные моменты, прям пипец там. Если ты посмотришь, ты поймешь. Я обязательно встал. Слушай, кому я должен верить? Ты говоришь, что это твой аккаунт. Другой, твой брат, который, не знаю, твой друг, говорит, что это его аккаунт. Ты мне в чате напиши парольный номер, и все, мы от тебя отстанем. И как вы поняли, друзья, он пошутил. Пранканул, так сказать, жестко. Пара ролик, я понял. Какие у тебя планы вообще в целом в дальнейшем? Вот может подписчикам сейчас тайну откроешь? В дальнейшем, вот именно планы на твой канал. Может быть, планируешь там рубрики новые какие-то, другие игры, может быть, снимать ты планируешь. Если все пойдет по моим планам, то их ждет очень хороший контент. Помимо Free Fire, Free Fire я не хочу бросить. Помимо Free Fire я хочу переехать в Москву, там, снять профессионально, ну, купить профессиональную камеру. Может, и операторов найму. То есть у меня есть какие-то свои идеи, которые я хочу снимать, инфоповоды, которые я хочу сделать. Скорее всего, в будущем, если получится, я их в жизни уже реализую. Почему именно Москва? Там есть много блогеров, тот же блогеров. Хочу коллабы какие-то замутить. Я думаю, это получится. Про Free Fire вообще в целом? Вообще в целом. То есть по Free Fire тоже у меня будут свои видео и будут какие-то связаны с жизнью. Допустим, вот тот же самый видос, где люди заслаивают вот эти руки в коробку, не зная что-то. Мне кажется, подобный контент будет хорошо заходить именно людям, как раз, как ты сказал в начале, что тебе хочется людей смотреть, которые именно из-за тебя смотрят. Вот именно кто интересуется, кто такой Хайзен, чем он живет. Вот мне кажется, им такой формат будет очень заходить. С этим же форматом я хочу еще Free Fire соединить как-то. То есть, допустим, там, сделай что-то и ты получишь алмазы, допустим. Ну, что-то типа такого. Ну, да, да, вот вечериночка там будет, например, новая. Можно приехать там с камерой, что-то придумай там заранее рубрики, какие-то подготовить для ютуберов, там же дофига ютуберов будет тусоваться. Да. В последней встрече я очень пожалел, что не сделал никакой контент на ютубчике, когда все собрались. Вот в следующий раз обязательно придумаю что-то. Я тебе помогу, я, возможно, приеду в следующий раз. Вместе запишем, вместе запишем. Твои цели, они понятные, масштабные, глобальные. Прям канал будет, мне кажется, расти, и миллион будет не за горами. Вот думал ли ты, что однажды на твоем канале стукнет миллион? Что ты сделаешь в честь миллиона? Многие конкурсы запускают, многие там, я не знаю, нарезку делают из видосов всех. Какой у тебя план? Вот будет у тебя миллион, что ты сделаешь для подписчиков? Если честно, ты сейчас офигеешь. Изначально, когда я начинал вот эту свою карьеру, у нас, ну, олды мои знают, что я должен сделать миллион подписчиков. Ты не поверишь, но я обещал, что сожгу машину на миллион подписчиков. По советам Литвина пойдешь, короче. Мы, конечно, не хотим, там, взять какую-то Мерседеси, сжечь ее, какую-то инфоповод с этого сделать. Нет, что я хочу сделать, это, там, как-то нарисовать, там, миллион подписчиков на машине и какую-то дешманскую. Не дешманскую, пусть будет какая-то известная машина. И просто сожгем ее, там, покушаем, там, шоколик. Это влог будет, как влог, понял? Типа, у меня миллион подписчиков сжег машину, там, все такое. И сниму, как бы, как один день в своей жизни. А не лучше было бы машину разыграть подписчиков? Пусть сами выберу. Ребят, что, вы давайте, вот, опрос под подкастом. Что лучше, сжечь машину или отдать одному из подписчиков ее? Напишите в комменты. То, что я сказал изначально, конечно, я это сделаю, если они как-то захотят, чтобы я разыграл. Я знаю, будут многие люди, которые пис... Ну, будет, большая часть, которые будут писать, слушай, лучше отдай эти деньги кому-то, пожертвуй. Но то, что я даю другим людям, я, естественно, не буду говорить на ютубе. И если я сожгу эту машину, я могу заработать, может, еще больше. У меня будут какие-то свои спонсоры. Ну, конечно, конечно. Там, если это еще хайпанет, как у Литвина, того же самого видео, у него же там щип, не пец, не инфоповод. Но я, скорее всего, думаю, не хайпанет так сильно. Но кому-то будет интересно посмотреть один день из моей жизни, то есть это будет связано с моей жизнью. Видео будет полностью посвящено мне, то есть что я делаю. И в этом же видео я сожгу эту машину. Там, может быть, какие-то спонсорские рекламы, и из-за этого я могу пожертвовать куда-то деньги. То есть люди должны понимать, что это все делается не просто так, если я что-то делаю. Смотреть на ролик Литвина, там же много комментов, кто писал, что типа зачем, лучше бы отдал, там и так далее. Но они просто не понимают, сколько он с этого поимел. Он с этого ролика сжег он одну тачку, но он с этого ролика может теперь позволить себе 5 таких машин купить. Он за месяц мог восстановить эту свою сумму, потому что сколько у него истории смотрели. Даже не за месяц, там, братан, за пару часов, я тебе даже больше скажу. Судя в том, что у него не была реклама на этом видео, и вообще там авторские права прилетели, У него знаешь, какой прикол был? Ему BMW, по-моему, написали. Типа, давай мы тебе заплатим, и ты сожженную тачку продашь за ее стоимость. Но смотри, даже если BMW ему не заплатила, я думаю, он и так мог их деньги заработать, потому что в этот момент, когда он сжег с Сомерсез, столько хайпа в его сторону пришло. Его истории в Инстаграме смотрели 3 миллиона человек. История просто. На всех каналах это показывали. Ютуб, реалити, там, филлоки. И там... Да, там все об этом, вот это обсуждали, все стримеры смотрели это видео, как он живет. И естественно, он просто мог пару рекламу сделать и работать на эту машину опять, и так же сверху. И с этого момента теперь у него видосы, каждое видео, по 6-7, 10 лямов даже набирает. Вот если мы сейчас говорим про ютуберов, твой личный топ ютуберов сегодня, может быть это не фрифайр даже, а может фрифайр, вот 5 ютуберов, которых ты любишь, которых ты смотришь. Давай сделаем по фрифайру и не по фрифайру, потому что основном у меня любые ютуберы не связаны с фрифайр. Ну я смотрю трещера, азама, околог, смайлу захожу. То есть я не расставляю их на первое-второе место, то есть я всем определено одинаково смотрю. Ну именно ютуберы, которые ты заходишь, которых ты смотришь, ты можешь привет написать, а как дела там, пообщаться. И к тебе. Я часто у тебя на стримах говорю. Да, я знаю, я знаю, я вижу. Ну так ты, бывает, сидишь, но не пишешь. Да, и иногда пишу. Иногда я тебе в чате пишу определенный текст из музыки какой-то, песни. Захожу так и пишу это. Я понял. У тебя есть ролик, рубрика, когда ты притворяешься другими ютуберами. Там Азамом, по-моему, ты притворялся. Да, да, изначально. А они писали тебе после этих роликов? Вот какая их была реакция на то, что ты вот, грубо говоря, используешь их имя, притворяешься ими? Была какая-то реакция? Они в комментариях писали, по-моему. Азам написал, типа, прикольно. Изначально, когда я это все снимал, у меня было очень мало подписчиков. И у меня тогда появился шанс снимать видосы с штанами Ангела. Раньше они были прям пипец олдовские. Но они мне в личку ничего не писали, ничего не предъявляли. Просто смотрели, я думаю. Ну, понравился им контент. Изначально, когда я начинал стримить, они меня не замечали. Как бы это понятно. То есть, какой-то ютубер, какой-то начинающий ютубер, зачем он нужен. И самый важный факт, наверное, многие не знают про это. Я никогда, ни у кого не покупал рекламу на ютубе. Не хайпил свой канал. Никогда не у кого. Ну, то есть, самыми своими силами. Я знаю, вот битву ютуберов ты организовал, это я там даже участвовал. Тогда это была прикольная тема. Это один из самых первых твоих хайповых таких действий. Были видосы, которые я делал, хайлайты с монтажом. Тогда они еще и не были. Не, я вот именно когда на ютуберскую тусовку повлиял. Мне кажется, битву ютуберов первый толчок. Да, да, после этого мне писали столько ютуберов. То есть, в основном они сами писали. Я написал Азаму, Трэшеру, Смайлу, Акологу, Халиду. То есть, я самым пиковым популярным ютубером сам написал. И знаешь, как я хитро сделал? Я написал Трэшеру, говорю, слушай, Азам, Халид, там, все участвуют. Только ты остался. А, я понял. То есть, ты каждому написал, что, типа, они участвуют, а ты еще не согласился. А прикинь, все спали на немогу. Азаму тоже самое написал. Все говорят, а я не могу, у тебя битвы ютуберов начинаются, никого нет. Ну, а они в итоге пришли, кроме Смайла. Смайл проспал. Да, я знаю, я помню этот момент. И тогда был такой высокий онлайн. И, кстати, я увидел, что ты в сообщество закинул этот стрим мой. Да, да, да. Я, к сожалению, только позже это заметил. Да, я закидывал, звал своих ребят. Я тогда телега еще не была особо популярной. В телегу закидывал, в сообществе, типа, поддержите вот начинающих. Очень круто делает. Там у нас пика онлайн 3000, по-моему. Да, я видел, я смотрел. Я весь стрим смотрел, вот на втором мониторе у меня был. Я заходил даже. Просто вот я почему-то это вопрос-то задал по поводу Азама, Трэшера. Просто некоторые ютуберы, они не любят, когда их имя там как-то используется без их ведома. И они начинают обижаться, конфликты там вот рождаются всякие. Как ты считаешь, ну, точнее, не как ты считаешь, а как ты относишься к конфликтам именно на ютубчике? Я думаю, каждый конфликт, кто бы ни говорил, именно подписчики, которые говорят, типа, это плохо, мне кажется, им в кайф смотреть за это, наблюдать. Вот да, да, да. Чтобы этот конфликт был в своем мере, то есть не позволяли лично, там, затрагивать чужих-то, родных, все такое. Это же контент, кто бы это ни говорил. Если у них конфликт такой серьезный, бешеный, там, они готовы насмерть там что-то сделать, они могут это не на ютубе тоже обсудить. Но если они решили на ютубе это сделать, это какой-то средний конфликт, который они могут позволить на ютубе это обсуждать, чтобы, там, они оба получили, чтобы этот хайп. Я думаю, конфликт на ютубе это нормально, то есть я уверен, я считаю просто, что это шоу какое-то. Да, это шоу, то есть я это хочу объяснить, то есть то, что на ютубе это уже шоу. Если будет там какой-то бешеный конфликт, они могут это не на стримах, не на ютубе, там, может, могут обидеть, обсудить это, если надо подраться, там. Некоторые сливаются, правда, с этой предложениями. Да, кстати, я спросил, я спросил про это по этому поводу, у него, почему он не согласился подраться с тобой, ну, тот же самый бой с твой и жабкой, который мы хотели организовать, не состоялось, потому что он сказал, что вы что-то у него сорвали, там, какой-то рекламный стрим. А, короче, было так, что Терзастер предложил прорекламировать, Азаму он предложил, Азаму запустил стрим, типа, бой с жабки Евгена, типа, давайте его попросим, чтобы он согласился. И подписчики Азаму пошли к жабке на стрим писать. А я еще даже не знал, что мне бой какой-то план предложили. А они ему все херачат, Евген согласен, давай, приходи. И жабка обиделся на это, поссорился с Азамом, и, как я понимаю, это основная причина, почему он не согласился, потому что мы с Терзастером общались, пробовали через Куку с ним связаться, типа, давай договоримся, нам в твоих условиях даже готовы сделать. Готовы даже были постановы сделать, что я проиграю. Реально? Да, да, лишь бы он согласился. Мы с Терзастером уже обсудили все нюансы, он говорит, я даже готов сделать так, чтобы тебе там за пучу больше, ему меньше, но чтобы ты проиграл, чтобы был хайп. Я такой, да, без Б вообще выйду, пусть согласится. Такие бабки, я знаю Терзастер, я лично с ним знаком, недавно был в Краснодаре, вместе там тусели. Я уверен, он бы все это мог организовать. Да, но человек отказался, хотя я думаю, это было бы просто одно из самых ярких, наверное, событий именно во Free Fire. Я думаю, даже новые игроки бы пришли в эту игру, потому что увидев такое видео, там, блин, что это такое? Там же он еще хотел сделать конференцию, типа, подготовка, там, там было бы очень эпично. Кстати, это изначально этот бой, мы, Терзастер был у меня на стремлении. Я знаю, я видел, я же сидел. Давай сделаем бой в UFC, говорю, то есть в игре. Да, да, да. Он такой, а что если сделать? И на следующий день он пришел к заму и говорит, давай делать. Я готов. Было бы очень круто, но я бы туда прилетел. Я бы готов был реально сам свои деньги заплатить за все. Он там просто обещал перелет и все это сделать. Но я готов был сам влить любую сумму, чтобы именно организовать подобную вещь. Есть ли на YouTube люди, которые тебе не нравятся, которые тебя бесят, раздражают, и с кем бы ты хотел именно поконфликтовать на чистую воду? Можешь, ты весь есть такие? Блин, к сожалению или к счастью, нету людей, которые меня так, сильно бесит. Ну нет такого, что вот хочется прям насолить, там, разоблачение можешь снять, еще там что-то, нет такого. Нет, к сожалению, нет, потому что мою дорогу еще никто не перешел, типа никто ничего мне не сделал. Был единственный один момент, когда один человек меня сильно разозлил, тогда я хотел начистить, знаешь там. Я понял. И этого человека ты знаешь, он каждый день снимает видосы одинаковые. Ну, мы тогда это все там разрулили, да. Я так сейчас слушаю, он что-то многим, на самом деле, другу. Но он сливал, он сливал пароль, когда я делал битву ютуберов. А, все, я вспомню, я помню. Это было тогда. Я хотел вторую часть же делать, и вот как раз про все эти моменты тогда рассказать. Но что-то уже забил, потому что человек отмалчивается, молчит, хотя до ролика моего, там столько игроков было. Вторую часть можно сделать, знаешь, как встретиться, где-то присесть на диване. И такие вопросы, да. И вот честно говорю, у меня есть даже вот идея, вот если подкасты запустил, я бы очень хотел звать людей, вот с кем я в конфликте. Вот жапку я бы даже без проблем позвал. Чисто вот так же с ним посидеть, на нейтральной группе, пообщаться. Я должен быть вашим личным асхабом, Тамара. Даже втроем сядем, вот троих, вот создадим втроем чисто сядем. Ты будешь нейтральная сторона, и мы красный-синий угол, грубо говоря. Я такое буду вам насолить, чтобы вы там начали биться прям жестко. Эй, мафию, не играй, да, будет, ты будешь говорить. Э, ты что там делаешь? А надо Азама и Хазбулу еще позвать, чтобы было все. Вот такой тебе вопрос задам нескромный. Я решил этот вопрос именно фишечкой сделать на подкасте. Как относишься к жапке? Если честно, после того, как я встретил, когда мы все встретились в Москве, он рассказал про всю эту суету, которая там была. Ну, в основном я не хочу все рассказать, просто я не понимаю, можно ли это говорить. Ну, смотри сам, можешь не рассказывать, просто в целом. Ну, то, что он говорил, то, что он сказал, это все противоположное, то, что ты там говорил на ютубе, то, что он сказал. Короче, он сказал, что все это, на все это были какие-то свои причины, и просто он, я что, должен умереть, что ли, сейчас он сказал. И после этого, я считаю, знаешь, ну, мы не очень хорошие и близкие друзья, просто я думаю, вот человек сделал что-то там, было в прошлом, что-то было. Ну, ладно, все, я могу. Не, ну, да, я на самом деле согласен, кстати, он в защиту, даже, я вот всегда это говорю на стримах, там, кто заходит, там, меня сейчас все спросят вторую часть этого ролика, может быть, когда-нибудь что-то выйдет, но у меня не было изначально, на самом деле, цели там как-то мешать, просто у него канал же реально. Убить его канал. Но канал просто реально же, на самом деле, у него упал очень жестко. Ну, да, вот некоторые люди говорят, когда-то в свое время, когда он был на хайпе, он был каким-то плохим, там, каким-то самодовольным, там, не знаю, эгоистом, не знаю, я тогда его не знал, а я тогда еще не знал, и сейчас, когда я его встретил, вроде бы обычный, обычный пацан. Хорошо, давай вот вернемся к теме Free Fire, такой, наверное, последний вопросик. Если бы ты был разработчиком Free Fire, что бы ты добавил в игру и что бы ты убрал из этой игры? О-о-о, блин, если честно, первое, что бы я убрал оттуда, эти гребаные баги, которые там пипец, их очень много там этих багов, тебя выкидывает из игры, тебя не запускает в игру, там столько багов, если бы Мормок зашел в эту игру, мне кажется, он у него инфра... А, кстати, про Борлоков, извини, ты видел, он рекламу же делал, Free Fire, и там в комментариях все писали, ты че, дядя? Нет, он рекламу это удалил, вырезал из ролика. А, вырезал? Реально? Он написал, типа, ребята, извиняюсь, я не посмотрел, что это за игра, я вырезал. Реально? Да. Еще он еще про рекламу в ролике, в каком-то, где он там, типа, играет дно, что-то у него там что-то такое, врать сеговые игры, или кого там стоит, это, блин. Чтобы я добавил в игру, это плавность, потому что там пипец не хватает плавности, там как будто, как будто ты каким-то пикселем играешься, топорные движения, вот эти вот, да? Да, вот даже ты прицел, вот прицелуешься, ты когда плавно хочешь провести этот прицел, вот я вот так двигается. Ну да, да, это я, кстати, тоже замечал, но это физика, мне кажется, уже в целом хромает. Смотри, сколько денег зарождало Free Fire. Они могут из этой игры, из этой игры сделать уже GTA 6, если они... Ну да. Но они просто ничего не меняют, наоборот, хуже делают, по моему мнению, они очень много плохого сделали для этой игры, что многие даже ушли из этой игры. Если честно, если бы, если бы у меня не было своя аудитория, если бы у меня не было бы YouTube своего, я не так часто бы играл в эту игру, потому что не то, что, ну, это не то, что было раньше. Не приносит такое удовольствие, которое было раньше. Ну, представь, что вот завтра Free Fire удаляют, нет ее больше. Че снимать будем? Скорее всего, разнообразный контент я буду... Разный. Запущу стрим, да, и просто буду прикалываться, буду смотреть TikTok, там еще что-то. Игры какие-то не длинные, а короткие какие-то игры, игры, которые на телефонах есть, вот. Я тебе сейчас буду задавать вопросики, на которых я должен отвечать, да или нет? Ну нет, быстро, типа быстро, все, я тебе дам двое-два варианта, ты отвечаешь, типа то или то, окей? Папка или Free Fire? Free Fire. Пока или мобила? Пока. А почему не мобила? Пока. Мобила это, блин, это, 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 пипец, как люди могут играть на телефоне, вот так, я в шоке бываю. Ты точно так играешь? Да, я на телефоне сейчас играю в основном, я сейчас... Блин, вам, вам пора уже, там, этот, в Савьеру надо обращаться, вы, блин, мутанты, я не знаю, блин. YouTube или Twitch? Twitch. Twitch все-таки ты выбираешь? Для стримов Twitch? Для стримов, согласись, на твече круче, да? Да, круче. Там прям создано все, именно для стримов. Прям сочно, мощно было, где же. Бустволка или MP40? Духстолка. Оттяжка или зажим? Оттяжка. А зам или трэшер? Трэшер. Трэшер или жабка? Трэшер. Жабка или анарет? Байлин, че за вопрос? Я не хочу выбирать. Да, 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 один из двух. Я пас, брат. Один из двух. Жабка. Окей. С нами был Хайзен. Я надеюсь, что вам очень сильно понравился этот подкаст. Если это так, прожмите пальчик вверх. Ссылочка на Хайзена есть в описании. Обязательно на него подписывайтесь. И пишите в комментариях, что думаете по поводу нашего сегодняшнего героя. И обязательно не забудьте написать, сжечь машину или подарить. Да. С вами был Хайзен. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok